В объективе программы Central Asian Report Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии Политика, экономика и культура, события, тенденции и люди Все это на одной территории Здравствуйте! Это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске День независимости Таджикистана. Путь длиной в 24 года Исламский банкинг в Центральной Азии. Расширяет границы, укрепляет доверие Лица Центральной Азии. Джаз, телевидение и часы А прямо сейчас Центральные Азиатские новости. Россия спишет долг Узбекистана. Речь идет об обязательствах, возникших в связи с распадом бывшего СССР, а также о технических кредитах, предоставленных России Узбекистану в 1992-1993 годах. Закон о проекте ратификации соглашения подразумевает списание почти 900 миллионов долларов долга перед Россией. Узбекистан заплатит лишь 25 миллионов долларов и откажется от своих требований по разделу Алмазного фонда СССР. Туркменский президент впервые посетил Кыргызстан. Президенты Алмазбека Тамбаев и Гурбангулы Берда Мухамедов подписали ряд двусторонних соглашений в областях образования, науки, культуры и сельского хозяйства. Кстати, сотрудничество между двумя странами развивается достаточно динамично. Так, только за 4 месяца 2015 года внешнеторговый оборот Кыргызстана и Туркмении увеличился на 30%, составив 3,3 миллиона долларов США. Казахстанцы смогут участвовать в заседаниях правительства. Граждане Казахстана смогут присутствовать на рабочих совещаниях Кабинета министров. Такую норму планируется прописать в законе о доступе к информации. Кроме того, в законе будут заложены нормы, которые обяжут госорганы повышать открытость своей деятельности, а гражданам на портале «Открытое правительство» будет обнародовано до 70% информации о деятельности центральных и местных государственных органов. 9 сентября Республика Таджикистан в 24-й раз отметила День своей независимости. С какими достижениями Республика подошла к своему государственному празднику и как сегодня она выстраивает взаимоотношения с региональными соседями, выяснял наш корреспондент. Для Таджикистана День независимости – это один из самых значимых праздников в истории государства. Если часть независимых постсоветских стран развивались по мирному сценарию становления суверенитета, то в Таджикистане после принятия независимости вспыхнула гражданская война, которая продлилась 5 лет. Поэтому сохранение мира Республика считает одним из главных достижений. Первое – это продовольственная безопасность, обеспечение продовольственной безопасности. Второе – это обеспечение достижения энергетической безопасности. И третье – это выход из транспортного тупика. В экономике первые ощутимые результаты появились с началом реализации национальной экономической программы, которая стартовала в 2007 году. Ее приоритеты расставлялись с учетом страновой специфики. Мы приняли государственные программы по дальнейшему развитию текстильной промышленности. Мы приняли также специальные государственные программы по полной переработке хлопкового окна. Для достижения целевых индикаторов этой программы Республика использовала самые различные инвестиционные ресурсы. С 2007 года объем государственных инвестиций в различные сферы промышленности вырос в 4 раза. И сегодня он составляет более 25% от общего объема национального бюджета. Значительная часть финансов была направлена и на поддержку сельского хозяйства, а также переработку продукции. В рамках диверсификации аграрного сектора за последние 7 лет было осуществлено 12 крупных проектов по переработке хлопка сырца и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. И отсюда это новые рабочие места, это новые мощности, это новые возможности в плане экспорта товаров. И это тоже будет работать на рост экономики Республики Таджикистана. Помимо этих программ сегодня в Таджикистане реализуются проекты, связанные с развитием инфраструктуры. В республике идет большая стройка. Возводятся дороги, туннели и гидроэлектростанции. Итоги национальной экономической программы, принятой в 2007 году, будут подведены в конце этого года. А с 2016 года страна начнет работать в рамках новой долгосрочной стратегии, которая будет осуществляться до 2030 года. Ее основная задача – увеличить долю готовой продукции, способной конкурировать на экспортных рынках. С ее реализацией республика связывает большие надежды. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 117 стран мира. Страна – полноправный член ООН и ряда других международных организаций. Государство состоялось как независимое, оно обладает всеми признаками независимого государства, всеми признаками суверенитета, и, наверное, это и есть главный итог. Однако, несмотря на политические и экономические успехи, которые республика добилась за годы независимости, ей приходится постоянно держать руку на пульсе своей безопасности. Угроза исходит от соседнего Афганистана, где обстановка может обостриться с уходом войск НАТО. Мы стоим на пороге таких новых, потенциальных, крупномасштабных конфликтов. По оценкам некоторых экспертов, они могут выйти за пределы регионов. Поэтому сегодня партнеры Таджикистана по ОДКБ пытаются, насколько это возможно, оказать ему посильную помощь в рамках программы обустройства таджикско-афганской границы. Республика служит в Центральной Азии буфером между войной и миром, между взрывоопасным участком и зоной стабильности. И очередной день независимости, который отметил Таджикистан, еще раз обозначил особую миссию этого государства во всем регионе. Исламский банкинг все активнее укрепляет свои позиции в странах Центральной Азии. Некоторые эксперты считают, что этот финансовый инструмент можно рассматривать как вариант экономической смычки региона с другими мусульманскими странами. Так или иначе, но тенденция продвижения исламского финансирования в Центральной Азии просматривается. Мы проанализировали факты, которые говорят об этом. По мнению экспертов, исламское финансирование обладает мощным потенциалом для роста. Это объясняется ключевыми особенностями исламского принципа – прозрачностью финансовых транзакций и принципами в инвестиционной политике. К слову, банкирам запрещено инвестировать в потенциально опасные активы, включая высокорисковую ипотеку и фьючерсы. Мы не финансируем биржевые финансовые сделки. Наша задача – финансировать реальный сектор производства, реальный сектор экономики, реальный сектор услуг. То есть деньги должны работать в какой-то конкретной реальной сделке. Это строительство, инфраструктура, коммуникации, услуги, все что угодно, но только не финансовые операции. Именно благодаря такому характеру исламский банкинг остается достаточно устойчивым кризисным явлением. Этот факт не остался незамеченным. Банковская среда изучает исламский опыт. И страны Центральной Азии не стали исключением. Все республики региона сотрудничают с Исламским банком развития и ведут работу по укреплению исламского экономического сектора. Кто-то в меньшей, кто-то в большей степени. Например, Казахстан первый в регионе ввел поправки в банковское законодательство. В стране уже одобрено три законопроекта в отношении исламского финансирования. То, что я вижу в нашем законе, я вижу, что была серьезная проработка различных источников. Из этих различных источников было, в принципе, взято лучшее. То есть работа была проведена очень хорошая, грамотная, высококвалифицированная. Соседние Центрально-Азиатские республики перенимают опыт Казахстана. Так, в прошлом году в Таджикистане открылась исламская лизинговая компания с услугами микрокредитования. Она также поддерживается на уровне государства. Что же касается общего доступа и качества предоставляемых инструментов исламского финансирования, то, по мнению экспертов, в регионе лидирует Кыргызстан. Здесь функционирует и лизинговая компания, и исламский банк с очень объемным инструментарием. И этот банк уже в течение последних двух с половиной лет, трех лет уже, можно говорить, работает на этом секторе. И оказывает достаточно широкий спектр услуг. Как в рознице, так и в малый и средний бизнес. Вся эта работа проводится с участием Исламской корпорации по развитию частного сектора, АСД. Корпорация создала целый ряд лизинговых компаний в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане и Кыргызстане. Есть значительные успехи по продвижению исламского финансирования и в Узбекистане. В силу, скажем, такой особенной макроэкономической ситуации в Узбекистане, да, там отсутствие конвертируемости местного сумма, у них особые условия, поэтому, что, в принципе, позволяет конкурировать линиям ИСД для малого и среднего бизнеса, достаточно находиться в конкурентной среде. Так или иначе, исламское финансирование медленно, но верно развивается в Центральной Азии. Чтобы ускорить этот процесс, эксперты рекомендуют разъяснять принципы исламского банкинга среди участников рынка. По оценкам социологов, лишь 5% населения Центрально-Азиатского региона знакомы с ними. Здесь особый акцент стоит сделать на главной идее исламского финансирования. Оно неотделимо от реального сектора экономики. Понимание этого вкупе с тенденцией социального отторжения ростовщичества выстраивает крепкую площадку для развития исламского финансирования в регионе. Сколько людей, столько профессий, интересов и талантов. А если все это одновременно сочетается в одном человеке, то получится такая незаурядная личность, как джазовый певец, телеведущий, коллекционер и, как выяснилось, часовых делмастер Петр Шарипов. Он живет и работает в южном мегаполисе Казахстана Алматы. Река времени своим бурным потоком пронесла алматинца Петра Шарипова через множество увлечений и хобби. Так мастер спорта по фехтованию, обладающий бархатным джазовым темпром, пел дуэтом с Барбарой Стрейзен, был ведущим нескольких телепередач и одновременно коллекционировал и познавал сложные часовые механизмы, чем занимается и по сей день. Первый будильник Янтарь я отремонтировал как раз именно в школе. И после этого я понял принцип работы механизма в основном. Те, которые основная 90% массы часов, которые приносят на ремонт и которые мы имеем, у них швейцарский анкерный ход и принцип один и тот же. Несмотря на то, что там одни Жерар-Перегу, другие Бреге, третий китайский. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Втулочка, которая называется бушон. И вот в этих бушонах стоят как раз колеса, механизмы этих часов. Очень старые. В счет своим экспонатам хранитель древности потерял уже давно. Но несмотря на это он регулярно чистит, смазывает и ремонтирует тысячи экземпляров тикающих механизмов. И никто не остается обделенным. Ни шедевры наполеоновской эпохи, ни китайские подделки известных брендов. Часы, как и люди, любят, чтобы за ними ухаживали, считает мастер. Поэтому в плохом настроении он даже и не думает садиться за ремонт, чтобы чего не испортить. Каждые 2-3 года они нуждаются в чистке и в регулировке и профилактике. Это мы, если говорим о современных часах. А если часы, которые открыты всем ветрам, такие как настенные, карманные, они и вода, и воздуха, и пыли проницаемые, то, естественно, они нуждаются в профилактике гораздо чаще. Для ремонта и ухода за всеми этими ходиками, курантами и тикалками необходим специальный инструмент, который занимает не меньше места в мастерской, чем сами часы. Это всегда под рукой. Это вот отвертки, это какие-то плоскогубцы, это вот специальные держаки для механизмов, для больших и маленьких. Среди всей коллекции часов Петр с особой нежностью рассказывает о катящемся шаре, который когда-то принадлежал известному английскому драматургу Уильяму Конгрибу. У этих часов вместо маятника платформа, по которой скользит стальной шарик. В течение 30 секунд он проезжает от одного конца в другой и ударяет в штангу. Затем пластина переворачивается и шарик катится обратно. И так до бесконечности. Наш герой называет этот процесс не иначе, как рекой времени, в течение которой мы видим и осязаем. Но при этом он совершенно не представляет, когда и в какие творческие края эта река своим бурным потоком может забросить талантливого джазмена-часовщика Петра Шарипова. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах-ТВ. Казахстан. 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 Казахстан.